Сегодня я хочу поговорить с вами о таком неприятном симптоме, как слезотечение или по-научному эпифора. Что это такое? Это когда у вас по разным причинам начинается избыточная слезопродукция. Как правило, слезопродукция избыточная появляется на фоне чего-то, то есть сама по себе она никогда не бывает. У нас глаз устроен так, и слезоотводящие пути устроены так, что сколько слезы выделяется, столько и уходит. Даже если мы плачем, у нас все равно часть попадает по носослезным путям в нос и оттуда уже тоже уходит дальше. Естественно, когда у нас много слезы, когда человек именно плачет, то слеза скатывается и просто наружу. Но в целом объем слезы, который выделяет слезная железа непосредственно, он равен тому, который может отвестись по носослезному каналу. Когда у нас может развиваться эпифора? Это может быть несколько вариантов. Первый вариант – это патология слезоотводящих путей. То есть по каким-то причинам либо слезная точка не развелась, или она в силу травмы или каких-то воспалительных заболеваний закрылась, и у нас просто нет оттока, поэтому слеза стоит, слеза не оттекает. А есть вариант – детские эпифоры, когда у нас еще не развивается носослезный канал. По каким-то причинам не отошла пленка, которая закрывает носослезный канал, а она должна отойти во время первого вдоха. И поэтому слеза стоит. В таких ситуациях мы отправляем детей к детскому офтальмологу, который зондирует носослезный канал, восстанавливает проходимость. Дальше этой проблемы быть не должно. С чем чаще всего сталкиваются взрослые люди уже после 25 лет? Это слезотечение на фоне синдрома сухого глаза. Как ни парадоксально, но сухие глаза провоцируют роговичный рефлекс и провоцируют выделение избыточного количества слезы. Это очень интересный механизм. У нас заложен механизм природы, что если в глаз что-то попадает, что-то начинает раздражать глазную поверхность, то выделяется большое количество слезы, чтобы ее смыть. Синдром сухого глаза работает примерно так же. Когда слезная пленка высыхает, у нас образуется избыточное количество слезы, чтобы восстановить эту слезную пленку. К сожалению, эта слеза не та, которая нужна, потому что в норме у нас слеза состоит не только из жидкостной функции солевых растворов, но там еще и муцины, там еще и липидный компонент. Все это вместе образует трехслойную пленку, которая лежит на глазу и должна обновляться постоянно при каждом моргании. А в силу определенных изменений при синдроме сухого глаза у нас нарушается липидная пленка, она быстро испаряется, она быстро разрывается, поверхность глаза становится не увлажненная, отсюда появляется ощущение сухости и как бы по обратной связи у нас появляется сигнал в слезную железу. Слезы мало, надо плакать. И начинает выделяться большое количество слезы. Поэтому если у вас вдруг на ровном месте после работы возникают слезы течения, я советую не бить тревогу по поводу каких-то дакриоциститов, непроходимости слезных путей, а сначала посмотреть, достаточно ли увлажнения вашим глазкам. Если вы чувствуете в течение дня нарастающую сухость, особенно в течение работы длительной за компьютером или с какими-то пыльными помещениями, то сначала лучше попробовать увлажнение. Начать можно всегда с самого простого, увлажняющие капли, увлажняющие гели. В частности, блефорогель 1 идеально в этом плане подходит. Если это не помогает, конечно, надо обращаться к специалисту, выяснять в чем причина, почему такая ситуация происходит, может там действительно есть какая-то патология слезных путей. И действительно, если такая проблема есть, то ее надо решать. В любом случае, вы можете всегда начать с самого простого, с того, что абсолютно безопасно, что вы можете применять самостоятельно. Увлажняющие гели, блефорогель 1 или любые увлажняющие капли. А если не помогает, то уже обратиться к специалисту. И будьте здоровы!